Всем привет! 100 лет не записывал видео из машины и сегодня решил поговорить с вами на такую тему, которая лично меня так очень трогает и очень часто проскакивает на канале. То есть канал развивается, все больше у меня подписчиков, что очень радует, спасибо вам. И все больше одних и тех же вопросов начинают мне задавать. Вопрос, который мне задают в последнее время очень часто, особенно молодые люди, молодые предприниматели, это говорят, Антон, где взять деньги для бизнеса? То есть мы придумали какую-то супер идею, ну, например, там человек сделал сайт какой-нибудь и не знает теперь, как его раскручивать, как раскручивать этот бизнес вообще в целом, на что закупить товар. Или люди там, вот недавно мне писал парень, на проекте без дела мы с ним сейчас общаемся. Кстати, заходите на проект без дела, кто еще не знает, мой проект, где предприниматели общаются друг с другом. Заходите, рад буду пообщаться, поотвечать на вопросы и сами можете и задавать вопросы, и отвечать на вопросы. Я хочу там создать такое некое комьюнити, которое между собой будет общаться, приносить пользу. Ну и там всякие фишки мы придумали, чтобы вашему бизнесу тоже было полезно. Заходите, пользуйтесь. Очень всех так приглашаю, там жду. Ну вот, и парень еще там мне задал вопрос, типа Антону, я хочу взять машины в аренду. То есть я покупаю несколько машин в кредит, сдаю их водителям, ну и, как в этом еврейском анекдоте, на рубль 20 нормально живу. Это очень популярная схема тоже. И очень многие люди сейчас думают о том, что было бы здорово взять у банка кредит, сдать кому-то еще, и на вот эту разницу как-то там жить, зарабатывать и так далее. Такая простая схема, типа на квартиру пересдавать денег нет, на машину пересдавать, типа дешевле получается. И вот решил обобщить я все это в одно такое видео. И почему я считаю вообще, что деньги просить у кого-то, особенно в начальной стадии, когда он 20-25 лет, когда как предприниматель, ну вы как правило, не все, но как правило большая часть ничего из себя не представляете и хотите получить от кого-то денег. Самая распространенная схема, которая мне как раз кажется полностью бредовой, это у вас есть идея, и вы считаете, что вы будете, во-первых, за вами идея, во-вторых, вы будете работать над этой идеей, а кто-то должен все вот ваши вот эти истории активности покрывать деньгами. То есть дать деньги там на открытие бизнеса, ну какого бы бизнеса, мы сейчас говорим там в целом, и машины, и кредиты, и все-все-все, вот, на открытие, все должны вам покрывать. Вопрос, где найти инвестора, поможет ли кто-то это сделать, не знаю откуда взялось заблуждение, что достаточно там взять какой-то бизнес там свой, придумать, и потом найти инвестора, который все это оплатит, в реальной жизни такая история не работает вообще, ну на мой взгляд. Я говорю свое мнение везде в роликах, я привлекал инвестиции, искал, и когда я начинал только свои какие-то дела, там, движки, я вообще даже не думал о том, что кто-то должен мне денег дать на это все. Я очень быстро распрощался с иллюзией, что какой-то человек, какой-то дядя вдруг по каким-то таким непонятным причинам решит свои деньги потратить на мой проект. По нескольким причинам, я в этом видео расскажу, это они не будут делать, но первое, о чем хочу сказать, распрощайтесь с иллюзией, никто вашей активности вот эти покрывать не будет. Никакие инвестиционные фонды, никакие там дяди, друзья, если у вас есть, еще они могут вас как-то поддержать, родители могут там вам дать, но все это такие небольшие деньги, и вот на это вы реально можете рассчитывать. А на деньги инвестиционных фондов или какие-то там помощь предпринимателям какая-то финансовая, это, на мой взгляд, все россказни и красивые истории для телевизора. В реальности вам никто в бизнесе не будет никогда помогать, и поэтому рассчитывать изначально на это тем более не стоит. А когда бизнес уже будет довольно успешный, когда он уже будет развиваться, приносить что-то, тогда люди, поверьте, люди будут вокруг вас сами образовываться те, которые будут предлагать вам деньги. Пример. У меня когда магазин автоаксессуаров и запчастей пошел вверх, у меня многие знакомые об этом знают, знают уже, что я не первый раз, не первый день занимаюсь своей деятельностью какой-то, они уже начинают мне как-то доверять, знают, что я там поднимаю телефон постоянно, нормальный человек в целом, мне можно доверить свои деньги. Они говорят, Антон, мы вот накопили там 500 тысяч рублей на работе, хотим куда-то вложить, в банки проценты маленькие, возьмешь на свой бизнес. И, конечно, я говорю, нет, не возьму. Почему? Потому что когда бизнес уже начинает расти, брать вот деньги у кого-то смысла нет, потому что, во-первых, их все равно не хватит, 500 тысяч рублей, или там с трех друзей по 500 тысяч рублей это уже будет полтора миллиона, они в целом бизнес как-то коренным образом не там вверх не запустят. Эта ракета не полетит из-за полутора миллионов рублей. 30 миллионов, которые мне нужны, их все равно никто не дает на бизнес. А полтора миллиона последние, которые ребята вот эти наскребли, я просто считаю, что я не имею права убрать. Я могу взять, потом не отдать, потому что бизнес может как сработать, так и не сработать. А люди вот эти, которые доверяют вот эти деньги, они в голове все равно такая идея, что, скорее всего, они будут срабатывать с этого какой-то процент, там будет все то же самое примерно как в банке, только процент больше. Это тоже не происходит так. Поэтому если я возьму деньги, то с большой долей вероятности они вылетят просто, ничего из этого не случится. Они растворятся в обороте, поэтому если человек хочет вложить деньги, типа как в банк за процент, то тоже смысла брать эти деньги особо нет. Еще подумайте по поводу такого момента, зачем вообще кому-то свои деньги вкладывать именно в вас. Вот есть богатый какой-то человек, мне приходилось по роду своей деятельности общаться с разными людьми богатыми, с некоторыми так довольно хороших дружеских отношениях. И вот, например, я с таким человеком, не буду называть его имя, стою на какой-то конференции, и мы на обеденном перерыве выпиваем кофе и хотим более-менее как-то пообщаться на какие-то вопросы. Так вот, так как он в этом кругу достаточно известный, ему даже кофе спокойно вам никто попить не дает. То есть каждый раз к нему подходит какой-то человек с какой-то очередной идеей или какой-то друг приводит, еще одного друга познакомит с ним. То есть люди, они просто такие, у которых есть деньги уже большие, они просто завалены идеями от других людей, от своего окружения. Каждый человек считает должным богатому человеку впарить какую-то свою идею. Я просто другого слова не могу назвать. Даже если эта идея офигенная, даже если там потенциально она может выстрелить, то просто нет времени у таких людей эти идеи рассматривать. Они не про это. Это первый момент. Второй момент, что у богатых людей, которые занимаются там какими-то крупными бизнесами, у них, как правило, есть и другие бизнесы, и куча своих собственных идей, на которые у них просто нет времени. Просто нет времени, неохота этим заниматься. И они лучше деньги эти вложат в свой собственный проект, в свои какие-то дела, чем в проект какого-то другого человека, которого они знать не знают. Поэтому не думайте, что есть такие люди, которые сидят на деньгах, как Скрудж Макдак на горе золота, которые непонятно откуда у них взялась, и думают, куда бы вложить. Вот если бы я сейчас нашел какого-то парня, активного, умного, молодого, перспективного, я в него бы вложил и все бы выстрелил. Да нифига. Во-первых, молодой перспективный, скорее всего, провалится, потому что у него нет еще достаточно опыта, знаний, связей и так далее. Во-вторых, ему там нельзя доверять. Огромное количество людей, непроверенных времени, у них куча энергии на самом начале, когда сталкиваются с первыми сложностями, понимают, что до денег там еще жить-да-жить в бизнесе, очень много времени проходит с момента, когда начинаешь бизнес, до момента, когда начинаешь зарабатывать. Вот просто к этому оказывается не готово. Поэтому вложение в таких людей, это просто выкинутые деньги на ветер в огромном количестве случаев. Все вот эти инвестиционные фонды и прочее, это работает очень редко, если вы обладаете какой-то уникальной идеей. Уникальная идея, это если вы там, например, вот как мы занимались в Техноруме, делаем агрегатор, который там совмещает производителей, изобретателей, и во всему миру потом это может очень классно выстрелить. Или проект какой-то, в котором я сейчас тоже задействовал, Агро-24, это когда в проекте всех производителей еды хотят объединить в одну большую сеть, и B2B торговать через интернет едой. То есть, когда вот такая идея глобальная, в целом на рынке довольно уникальная, и подход, человек, который за этой идеей стоит довольно известен, успешными проектами в прошлом, он может быть просто известной личностью какой-то, то да, он может рассчитывать, получить от каких-то людей какие-то деньги, которые, как правило, либо сами предлагают, либо уже круг общения просто складывается такой, что он просто начинает знать каких-то людей, у которых есть деньги. Вот как у меня, например, получилось с кросс-трейдом, я привлек деньги следующим образом. Мы просто на какой-то тусовке моего брата, день рождения, стояли на балконе, общались, и я рассказал про свой проект, и парень, который сейчас является нашим партнером, третьим инвестором, он предложил просто поучаствовать, и говорит, да, давай, у меня есть деньги, есть возможность. Это случилось, мы пообщались, после переговоров он эти деньги вложил в нас, и сейчас является нашим третьим партнером. Как правило, это происходит так. Это не происходит через интернет, что кто-то там деньги даст, это не происходит через какие-то там фонды, то есть, на мой взгляд, это просто потеря времени. Хотите запускать бизнес, хотите зарабатывать деньги на нем, всю ответственность на себя брать, будьте любезны, первые деньги на этот бизнес заработать сами. Запустите MVP, то есть видео про MVP у меня есть отдельно, кто не понимает, о чем я говорю, посмотрите, пожалуйста, разберитесь. Такие термины вам пригодятся, когда вы будете привлекать деньги. Вот, когда у вас уже первый бизнес есть, он уже запущен за ваши собственные деньги, приносит какой-то доход, дальше вы уже можете прийти и сказать, вот у меня есть уже отработанная схема, она приносит столько-то, мне ее надо масштабировать, но опять же, кому прийти. То есть, за это время вы уже должны наработать в кругах предпринимателей какую-то известность, может быть канал свой на ютубе, может быть соцсети, инстаграм, может быть на каких-то предпринимательских тусовках вы будете засвечены. Более-менее вот это комьюнити, оно будет возрастать, и у вас появятся новые возможности. Вот, кстати, давайте на бездел заходите, я там тоже хочу, чтобы так было, чтобы люди общались между собой и друг для друга открывали какие-то новые возможности тоже. Вот, это как раз не нужно никуда ехать, можно просто сидеть в интернете, там в свободное время переписываться, общаться, продвигать свой бизнес. Вот таким образом это происходит. Не питайте иллюзией по поводу того, что схема идея, кто-то ее спонсирует, и вы потом вместе зарабатываете 50 на 50. Ни хрена, это так не работает. Эта иллюзия, не знаю, откуда они у людей в голове взялись. Может бизнес-тренерство, вот это, которое сейчас развивается. Может телевизор много там смотрят по поводу того, как в России малый бизнес там поощряется, спонсируется. Такого нет. Малый бизнес, как и бился, сам за себя на своей войне, так он дальше и продолжает биться. Поэтому никто вам не поможет. Рассчитывайте на себя, зарабатывайте. И после этого уже вкладывайте, смотрите, что получится. Рисковать чужими деньгами не надо. И особенно вам не нужны долги. Если вы в 20, там 23, 25 лет наберете долгов, потому что очень многие люди дадут вам в долг. То есть не за долю. В компании, которая ничего не стоит, скажут, ну а на тебе дам миллион, вот процентом ниже банковских. И вы после того, как этот миллион, извините, просрете, вы потом будете должны выплачивать его, работать на работе, просто этот, вкалывать, как папу Карлос, с утра до вечера, чтобы отдать этот кредит. А на свой бизнес у вас даже времени там не останется. Очень много историй, когда люди стартуют и влезают в долги поначалу. Потом у них ничего не получается и долги остаются. Эта кабала вам не нужна. Не ввязывайтесь в эту историю. Вам это все не надо. Ну и последний тезис, который я уже упомянул. Хочу тоже сейчас еще раз про него рассказать. Понимаете, малый бизнес, который только у вас начинается, он никому не интересен. А когда большой у вас какой-то уже там проект развивается, деньги, которые вы можете привлечь у друзей, они просто-напросто недостаточно. Ну то есть нам, например, там с тремя-четырьмя миллионами оборота в магазине, если кто-то из друзей даст миллион, это нам поможет там на два месяца купить товары, например, себе. И то, если месяц будет неудачный, то он даже этого не поможет. Просто мы потратим деньги на зарплату людям там на продвижение и так далее. Просто раствориться в компании. А люди, которые дадут этот миллион, они на что-то рассчитывают. Они этот миллион могут складывать, там два года копить. Понимаете? Поэтому не надо у людей брать деньги, когда вы точно не уверены, что все у вас получится, все отдадите, все будет работать. Не втягивайте, не стоит себе портить репутацию так рано. В общем, наверное, на этом все. Я надеюсь, ответил на вопросы, которые у вас есть, типа, где взять деньги поначалу, кому обратиться и так далее. Вектор своего мышления прошу, перенаправьте вот с этого, перенаправьте, где я могу его заработать. Как я заработанные деньги могу выгоднее вложить, чтобы с минимальными расходами сделать так, чтобы мой бизнес начал приносить деньги. Каких партнеров из своих друзей я могу взять, которые без всяких денег или с какими-то минимальными вложениями и огромной энергией смогут проекту принести как можно больше. Какой долей я могу с ними поделиться. Вот когда вот это у вас уже все сложится, когда вот этот опыт уже будет у вас каким-то образом налажен, в голове уже все сформируется. И вы тогда сами поймете, что мир, он возможностями полон. То есть сейчас вам кажется, что возможность, вот например, вот у меня в регионе развивается такси, если я сейчас не сдам такси, то у меня ничего не получится. Дальше, потому что уже рынок будет занят. Это вот кажется в моменте. Через два года рынок такси будет занят, откроется рынок космических кораблей, откроется рынок интернет-пространства, что-то новое. Придумают новый сорт мороженого. То есть, вот я сколько вот занимаюсь, каждый год слышу, что, блин, вот такая тема, типа биткоин там вот сейчас зайдет. Вот в такси теперь надо машину сдавать, вот в ремонт и надо быстрее заходить. И всегда кажется, что это просто последняя возможность. Если ты сейчас ее упустишь, то следующие 40-50 лет жизни просто будешь об этом жалеть. Ни хрена, так не происходит. Поверьте, что все в мире циклично, постоянные идеи возникают, постоянные идеи потом разрушаются, строятся новые империи, разрушают старые. Поэтому мыслите глобально в периодах своей жизни, а не в периодах года и момента, когда нужно срочно где-то достать. Денег достать, конечно. Ну, или достать людей, которые должны вам эти деньги дать. Одно из двух. Достать в плохом смысле, в смысле там, ну, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, нет, не дам, нет, не дам. На этом у меня все. Надеюсь, ответил на вопрос, выразил свое мнение на этот счет. Если есть вопросы, не согласны, спрашивайте здесь или на проекте бездел.ру, ссылочку я оставлю в описании. Ставьте лайки, делайте репосты. Очень приятно в последнее время, что канал растет, что вы меня поддерживаете, это вдохновляет. Хочу снимать еще больше крутых видео, ну, и возобновить вот эти видео из машинки, потому что иногда времени вообще нет, а сказать что-то хочется. Поэтому сейчас я приехал в лес прогуляться и перед этим решил записать этот видосик для вас. Все, пока, удачи, встретимся в новых выпусках.